соответственно хуман и в исполнении дмитрия трофимова у кого из них болезнь то вот это у всех все и у тебя теперь тоже у вас извините да давайте на вы а будем смотреть мы за хуманами трофимова да он будет играть про михаил муравьев миш ув контроль наше мало вечно молодой терминусами да с терминусами его чудеса да вечно вечера называть колоду вечно молодое дарование знаешь я все равно за то что называть эту в контролем потому что если она сама друга чудеса там происходит но дело зачастую не в том как разыгрываются отдельный спал и прошу турека есть шансы я сейчас вам скажу привет фанаты это явно трофимов пишет что-то я как-то еще не запустили у рек то шансов ты не вижу вроде давай посмотрим привалово шансы у вегаса ударки привалово очень низкие стендинге федосеева на но превоскали все не войдет да скорее всего кто-то максим крисевич и ван князев и будет слов печеников и гробовой филипп кто-то из этих людей до начала раунда еще сейчас было по поводу того что нас ждет некоторое время назад смотрел я стрим начинал фаерболе дай бог памяти андрея мингучи игра он как раз хуманами против увы и наглядно показывал что три свипера в общем-то для колоды далеко не всегда являются проблемы что в умелых руках хуманы эти три свипера переживают андрея мингучи принципе хорошо играет ну да трофимову конечно скилла не хват не вне до мингучи не хватает но в общем и целом матч может быть а как вы относитесь к видеозаписям легоси его и просто интересно вот в легоси можете полностью видео посмотреть смотря какие бы если случае с мингучи я практически его не смотрю потому что там не на принц видеть видеозапись там вот я с удовольствием есть очень очень хорошие стрель стримеры тоже к сожалению ныне переставшие стримить зарина по моему его ник был потрясающие какие-то на куры с 5 ноль лигами показано что даже один раз даже начал легоси мяч смотреть и начал тошнить это просто невозможно не хочу много контрипов но был какой-то господи в памяти относительно недавно было ли гаси в эгпы где в первом раунде показали мирор turbo депсов вот это было гораздо более омерзительно по моему да это потом на порнхаб залили да и помню но тем не менее наша в случае матчи матчи эльдара можно тоже было на порнхаб залить вот это публичное унижение вот в эту вот рубрику мне кажется очень золк эльдаров посмотрим давайте перед ним извинишься как перед рамзаном кадыровым запись запишу видеообращение да нужно было брать нас лярова обязательно выкатиться были дар был рамзаном кадыровым мы вас очень уважаем рамзанах матчи да как видим машину к ира сразу на обочину что раздают уже до 6 смулиганился трофимов видит великолепнейшую руку из четырех земель виале медлинг мага который отправляет на низ но он хорошо агрессивно мулиганится нормальную да абсолютно правильно знает он с чем его предстоит иметь дело буквально через несколько секунд у нее делал деловитые хотя бы ну делать у нее деловитые бои сидеть борис владимирович ну да нельзя судить принципе до 5 вот это уже более бодро я так всегда себе такими колодами руки сдаю в принципе из вторых дропов италия по мне туда мы вроде рука и хорошая вроде как ты не ну и италия наверху хочется пошутить а талия наверху то у меня всегда своими проблемами с весом до карьерная и собственно легендарное существо появляется на столе полусом спонс он нашелся получше 2 дроп очень быстро играют наши до эпичные хотел сказать не за как их назвать чем играет оппонент хуманов вы знаете вам да увы мы это обсудили а он зачем такое кипнул нужно знаешь знает ли миша чем он играет я до конца не уверен я точно уверен в том что миша очень в курсе что на турнире ну ты с мишей часто играешь да я его не видел никогда я пытаю точно знаешь он неважно ему просто надо он может до нуля смолиганится и все равно потом выиграет интерес есть есть такая вероятно михаил скажу знатная доля радиации его крови вот филу в руинс благополучно сейчас в каверна будет активирована за равняться вот сейчас вот не было сделано это зря ты же все равно ничего по контрите мы не можешь вот какой смысл они активировать ты не понимаю доставляет его потенциально скорее всего если дима играет плюс-минус классическим листом хаманов там всего два базика один остров и один и одна равнина учитывая что равнина уже есть на столе в любом случае мог отрезать его от зеленый он например мог сделать так что у него будут проблемы с маной на данный момент нет как когда в более поздней стадии игре когда вот вторая филдов района или еще опция для атаки что тебя сразу вы не играете турнир такой вопрос а мета нельзя допустим а вы почему здесь было два варианта первый месяц назад я возлагал большие надежды на инфект и на московских по птк занял последовательно 9 и 17 место затем внезапно оказалось что инфект но в данный вот мете он просто плохо он был хорош дегенеративно из холла ванов и джи вайнов уши вани к нерой чем можете ради же в топ интересного не князев и они князев имеет очень хороший шанс у него они одни одни думали не зайдем они сюда в топе 12 очковых стендинга у него данный момент я же говорил что инфект по-любому в топ за ю да но водя сам признал несмотря на то что у него были очень плохие оппоненты там типа морду и так далее я просто видел его матч с бычим маг тем временем слить на посту экзал спасибо большое и просто то как войне поднимает да с такими раздачами ты действительно можешь обыгрывать и плохие матча по меня такого не было я не определился с дак чайсом и решил что вместо того чтобы идти чем-то не наигранном лучше прийти и слева человек он просто ничего не боится так понимаю слева горючок ничего не боится но зачем магна паста ставится господи то на грейв выбирает ну смотри в любом случае у нее нет второй белый манов соответственно теперь вердикт или врат в год он не боится боится над терминса посмотрим на что пришел второй медлинг маг но хитов то там тоже довольно много не просто в этом плане тут с командами все тут какие-то боюсь владимир тут какие-то скилловики и вылезают в комментарии просят обратить внимание а я пока на терминус 2 медлинг маг стал как мы предполагали колонада целый господин три бета пришел решил лейтенанта талии дмитрий разыграть знаете я услышал 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 ваши слова да что мне еще надо делать вместо 1 списка там огласите атака на 9 от трофимова никаких эффектов нету криптик команды не было потенциально и криптик и не растет западали надо дело то слава богу да ну а как без этого варис владимирович так вот и учимся тут очень много квалифицированных людей так с миру по нитке и дорожи стример целый да я помню как он как раз присутствующим здесь андреем господи lucky dragon более известный в мтд в мадо и фортунов на топ деке как они вместе замечательно стримили помни советы данного да 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 мы уже не привыкли есть определенный такой момент вниз отправляется карта что там будет он топается с канта она что второй мак стоит терминус на терминус фраза сибирь гердика отнимает не угадал зима с это еще с дополнительным раз эффектами колоды получается у нас ну это нормальная практика как раз таки что естественно не нужно то что два мага иначе выключить за то есть и в раз в год и все прям вердикт иногда еще играют дэв джаджмент который вот совсем упоротые наркоманы кстати на посмотреть лист царькова не играет ли он тогда там чудо тошно сферу вот я смотрю а еще ауст это может это это как раз таки есть различие с листом царькова сегодня безызвестны статьи то венделенки две не одна на друзья я уже сегодня рекомендовал и прочтение обязательно прочтите есть на на анрибот угломе от терминус разыгрывается отправляет двух существ вниз но и тут начинается проблема именно блэнка в колоде смотрит миша топдек считает до 7 флипает асканта похоже на на джиза до первая партия в принципе уже наверно выиграна не вижу как здесь могут может проиграть его против хуманов но только если оставить открытую ману и получить мантис райда про мантис райдера и есть возможность надо быть довольно умелым игроком согласитесь тут матч за топ люди хочется хочется верить что люди плюс-минус умеют игры но это вечная проблема такой колоды что против контроля или ты темп используешь именно до конца и выигрываешь или вот происходит вот такое да и смотри кладет квартиру скорее всего мы как обсуждали мы знаем что вряд ли больше 1 2 базиков у хуманов тем не менее не активирует миша квартиру сейчас правду пойдет пас посмотрит будет ли поиск земли видишь нам пишут я не стример парни вы что давно уже на пенсию ушел на советы ты все-таки давайте мне не разучился я смотрю это хорошо классно когда когда бодрость такая была попытка активировать асканту но видимо объявил что в конце хода активирует асканту но дима попросил а он ничего не да 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 ну и видишь в очередной раз мы наблюдаем что нет третьего базика то чем уже в третий раз повторяю по ходу этой партии и можно довольно спокойно интересно что же ждет игрок манами почему не сдается но это тип на три бланка подряд как как-то сделать и не знаю как но еще и заседание не хочет сдаваться на 5 может быть вот эта надежда на мантис райдера он вот только что крепче команду показал вот поэтому я не знаю там есть каверна которая ну по крайней мих не по country то может быть забудет что его можно спать либо за совет наоборот ребятер ну что ты дай бог тебе здоровья муж богатого детей красивых на что очередная активация асканты что нашел еще один криптик ну это все из game boys вот кстати слева вы наблюдаете темстолинг с другой стороны зрителям не приходится наблюдать за нашей заглушкой они любуются нашими с тобой изрядно отражающими свет макушками и слушают нашелся так свет отражает ужасно был один анекдот на эту тему но мы не вы не попадал не попадает то что мы очень воспитанные кролики очень воспитанные активирует джейсов плюс смотрит на top deck трофимова четыре пять шесть семь восемь девять у него да он кстати ваш ли кукла надо вот так ходить контрить потом ну можно сломать каверту знаю что оппонента нет базиков но почему-то это не делается вдруг там лист тремя базиками уже был уже был пас проверим уже не уже был пас порезовлен и мужа специально стал доставать здесь здесь единственно может быть довод что ранее несколько существ были отправлены вниз с другой стороны у тебя джейс который контролирует top deck и не вижу вот абсолютно правильно пишет комментатора дивериям что через два криптика джейс асканты колоннаду нельзя прорваться что же не колода об этом и человек слева зная что он играет против его контроля мог бы время себе сэкономить кстати мог время сэкономить время всем посмотрим что придет после сайда сим коллекторы сим коллекторы похоже на гадак тига дальше я вижу счет немножко неправильно нам коллеги переставляют что в от сайт пойдет борь в таком матче стороны кого хуманов но рефлектор маги не нужны допустим а потенциал там по моему иерарха сейчас отсадили или мне показать и раньше никогда не уходит в от сайт это колодообразующая карта но фантазмов можно отсаживать но иерарха осаживать это глупость хотя я же не могу подожди я не могу критиковать вам только комментировать так вот отсаживают иерарха всегда так делайте дар и дейвилы должны быть и сим коллекторы чем самом деле для для хуманов на очень так и плохой у них проблем только стал термину создавать из этой берклы появились да вот нам подсказывают что если сидеть по гайду вы сальвата и андрея страскова да все бы хорошо только они духами играют последнее время а хуманами но и примеру нет как бы праймера это все хорошо вот но сальвата вообще новой контроле но тем не менее если понимать как бы философию матча вообще когда бедаун играет с контролем то очень глупо отслеживать карту которая наносит тебе какое-то количество дэм уже оппоненту вот ну и самое главное дают скорость я по нему я понимаю почему они осаживают дух иерархов вот но это все опять же зависит от разнообразия сайт борда скажем так на но и все-таки давайте и плюс свою игру страска и сальвата это не это next level то те дарит лы и дать не нет ни next level это неправда в последней инстанции вот в любом случае даже все это осознавать то то принятие решений которые присутствуют на их уровне она все-таки отличается вот но я при этом читал очень много их праймеров с чем я полностью согласен фигня совет откровенную на фигню ну и такое бывает собственно мы уже говорили о стримах мин гучи по легоси которые даже сами игроки в легоси многие не признают или же буквально недавно я смотрю около месяца назад сет мэнфилд выложил такой гайдпоинт и гайдпоинтфект тут просто был как какую-то лигу он решил поиграть и там а сообщество игроков все дружно просто антон почему это единственный момент в хумнах которых нужно думать это колода в принципе очень любит когда ты именно с нормальной последовательностью разыгрываешь свою руку и это не значит что там тебе вот глаза сказали и середил и вот так так не работает хуана это сложная колода на самом деле она и самых сложных смотрим мы стартовые 77 карт лира единственный сингл тон из сайда сам римфорсмент лиро в 1 of god settle the wreckage а ну это стандартный американский сайда нам и очень интересные парфориноц или довольно ныне довольно редкая карта это карта кстати который этот матч-ап уносит абсолютно великолепно великолепная карта в свое время напомним и пожалуйста канадский игрок который выиграл про про тур джескайм канадец выиграл лам какой-нибудь нет 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 друзья напомните пожалуйста кто выиграл про тур джескайм против джанка несколько это был про турбор шон макларен конечно спасибо огромное друзья да шон макларен если вы помните он как раз пор коллегия подскажите пожалуйста порфириноц на трансляции мы по крайней мере будем очень признательны сделаю сейчас это в ближайшее время чарка действительно который лечит абсолютно любые кричевые матчапы я в свое время играя с окон сан райзом с удовольствием клал ее в сайт опять-таки надо правда великолепно лечит огромное кали и почему-то не очень популярная хотя с точки зрения сбивания темпа пробирать леру на один ход это как и не знаю но серии вот болеть вы чем таким вот серьезным вам говорят ведь таблеточку давно один день ты не будешь болеть и потом топить болеть начнешь ну и смысл какой что-то я правил рефлектора против лиры да да это вот он каждую игру кстати я должен заметить человек который играет хумными начинается с правильной карты начинает и без иерарх конечно но при этом то ли он себе сдает очень знатно давно это абсолютно правда правда син коллектор появляется на столе минус 1 теперь они начинают атаковать и стол и у руку собственно чем и должна заниматься эта колода но по сайт взрывает fluid strand михаил но при этом без опции сказать терминус но он сюда может сделать так что было кирсов сказать его там паса постали на самом деле это довольно трофимов развязывают руки потому что след видел там и гадкий гадкий тиг и а все он видимо не рода а там без пылов вот какой-то северный олень никак я не знаю как то что-то лечит трафта и богулов и вообще зачем играть трафтам то есть это довольно слабая карта как и рафта лечит рефлектор дай облачить смысле наверное да может кирилл царьков посмотреть до причина чего нам очень интересно все по поводу трафта написано это правда да к сожалению это слишком узкая фигня для такого широкого филда начал здоровый действительно показывать нам на трансляции узлы парфора на русском да как-то не помню называются верно вначале обкип уничтожьте существо с наименьшей силой она не может быть регенерирована выберите одно если у двух одинаковая сила и когда существ нет пожертвуйте а нет да в этом плане ты прав антон да ну что она убивает и трафта вот вижу просто немножко запутались не тогда это один из немногих ответов на трафта сын когда меру типа садился агрессивно но опять таки я очень давно перед прагой с кириллом очень много обсуждая его лист всего лишь на 2 рампри ездить контролем ну честно у него видимо выносливость уже какая-то выработалась с одной стороны смотри он он человек не курящий тоже очень важно вот нам перекурить дышать нам много чего нужно так очень простое до утра сидится на сломается на диска уже пола до парадайз фону не продается как-то теперь у нас называется да я сейчас нам можно посмотреть либо закурат либо анклейм территория заводите видали до ничего его в очень мертвым чуть похоже и сейчас по большому счету надо есть ли еще одна земля нет еще одной земли нет но поможем еще а чтобы поставить и деда и мантис райдера например но в данном случае видимо за но до час рост или сыграет жадно или сыграет правильно а хотя принципе боец ничего не должен особо да так и на 5 но он так мазывается по любой в раз эффект вот но принципе можно было как-то просто понимаешь у него есть еще один сень коллектор да еще один может оставить не мантис а просто поставить это до чемпионы потом поставить за коллектор да я бы я скорее всего играл так да потом уже закрывать закрывать это уже через я поэтому собственно сказал с другой стороны в очередной раз дизрапт поднимает дмитрий я только земли в контроль уехал далеко и надолго да и рефлект раз все еще в руке у трофимова который должен будет когда по балансе галерова вроде не качает ничего уже не хуман гадак тег не тонкий скин кискин да как известно шпилявый пираты ищут фундук 3 4 5 6 7 8 ну да все свеча так летал то есть мы сейчас понимаем что поставить лиру досмотре поскольку у нее first strike если я не ошибаюсь он считает что нет все равно даже рефлектор даже без без рефлектора лира не спасает в этой ситуации собирает карты михаилу что 11 до очень хороший заход с малигана с дыши степри чем замечу но это колод так может там оставили посредственно довольно руку с другой а я не могу и не могу же я же не могу критиковать извините там оставили прекрасную руку но почему-то прекрасная рука когда я прекрасно оставили как не смогла выиграть прекрасно потому что вану при том что пилот тоже прекрасен так все прекрасно вокруг несомненно 11 матча за топ это очень нервно я вот очень часто такие матчи проигрывал и коллеги в этот момент можете ли стало такое сознание что вот это прямо такой вот об этом уже серии коллеги а можете ли вы сводку с полей как у нас топ в верхние столы играют не затруднит вас посмотреть чтобы мы а именно ли мы право такое делать до имеем потому что поидится они уже не могут начав играть играть до стола могут сдастся дома в данном случае я сильно сомневаюсь что эта информация с роботом идет с участником и а если он сидит и стрим наш смотрит главный судья я иван мы своим прекрасно комментируем почему вы не посмотрите а насколько я порт передал привет он смотрит смотрит да я в эртики почему забыли такую прекрасную колоду потому что плохая она неплохая просто здесь скорее всего проблема в том что сейчас у нас слишком метагем такое что ты просто не успеешь и выиграть скорее все тебя просто раньше затопчет то есть на своих до колд фишах ты будешь выигрывать но при том что если судить по процентному соотношению то это будет ну процентов может быть три может 4 смотрят стартовые руки вот в очередной раз михаил показывает сразу 6 земель у него и главное зачем он вообще показывает оппонент выбросил я когда первый раз пришел кстати в клуб играть в карточки в москве и где-то прочитал что надо бесплатным или рано еще при царе батюшки да это значит адиотон такой вот я продолжу да и я где-то прочитал на каком-то российском портале типа прям такая что на другу показываетесь хочет бесплатно полеганица компонент так смотрит серия ты чего делаешь вообще вот получается просто бесплатным вот знаешь колону показал ну и такой вообще я вам скажу первое посещение мтг клуба у меня в россии я чуть со смеху не умер это было очень классно вот ты приходишь это просто от какой-то не знаю то есть я в штатах играл вот маленьком городке там был магазин комиксов деды покупал спортивные карточки типа вот и там все было как спокойно нас приходишь там просто шляпка какая-то непонятно я рассказывал люди сидят салат из пластиковой посуды я рассказывал кому то есть все как мы любим про александр страхова нет страху да я не надо рассказывать на стриме ну я думаю что надо опустим но можете всегда подойти к ваня и попросить рассказать вам историю про александр страхова хотя недавно завел себе инстаграм по поводу результатов первые три стола поедились за четвертым мы наблюдаем пятый стол филипп гробовой и максим крисевич 11 и они играют а князев и ван абдулин ильдар одни видим продолжают да собственно поедились масаладжи федотов падла павлов провели в церковь верницкий князь и ваня потому что в топе будет вот у меня кто-то спрашивал прогноза ну из и забой я могу сказать что я перед турниром говорил могу повторить что кирилл царьков я как я уже могу еще здесь повторится сейчас он на данный момент и занимать третье место в истории россии по версии проекта mtg illa project можете зайти посмотреть выше не знаешь какого это момента они сейчас начали да они начали подтягивать более старые гран-при и так далее но вот если мы говорим о хорошо последних там десяти годах примерно а то выше него был gold в прошлом году угол дабыл рейтинг за 2000 сергей голубкин царьков и как ни странно алексей приходите ваше отделение милиса и там мы должны висеть и алексей шашов по моему два года назад у него тоже рейтинг был близкий к двум тысячам кстати один раз заходил на этот сайт смотрел свой рейтинг чисто посмеяться вот ну как то я выяснил что очень мало езжу по гран-при есть такая проблема кстати в котором и немножко поговорил о джерри ти что в последнее время вот таким но не россиянам общем там про латинскую америку и азию говорил больше что очень тяжело получать с латына про туры если ты не ездишь по 14 до бесконечное просто да но джерри ти это вывел на новый уровень отказавшись вчера принимать участие за чего а из-за чего именно у него там целый список пунктов взаимоотношений то есть он и серии решил показать и все вот ну в общем да если давайте еще своими именами он достал и это был очень неожиданно и все обратили на это внимание не ну на это внимание обратят только дело в том чтобы было чтобы смысл был во всем да друзья мы все за такой вело текущей игрой наблюдали на авто экзайл стоит да и здесь вот опять же у нас моносклю у игроков и ну не везет вода откровенно но все может ну как-то может перемениться и интересно что стоит медлен мак если поставили опять на вас опять на вас на зачем ведь пас вообще никого не куры же вот про смысл какой вот на термин на терминус было ставить это кажется может я не я никого никому никого в господи я плохая этого это моя аргументация про кики черт или не про кого плохо не говорю я бы был игроком выхуменами борешься за топ а я не игроку выхумен борющимся за топов г я буду на терминус она поставил нет ну во первых здесь уже гадкий дед стоит на столе и в чате об этом уже верно подсказываю что терминус немножко не работает с другом ауст может быть что угодно а устам один после сайта должен быть их больше сильно сомневаюсь а уст по моему так и остается в но иван давайте хотим сяка вы что не знает какой сайт листа у нашего оппонента я знаю ну окей я могу посмотреть могу посмотреть мы с тобой может что у меня эти игры что там уже после сайта появляется ауста поэтому ставить его на посту экзен он довольно странно у нас все равно проблема решает пасов 4 какой раунд сейчас может раунд 3 последний раунд перед удастся и так у нас либо зависла трансляция либо судейская делать с мирой больше похоже надо мыть ее чаевый пункт какая прекрасная картинка кстати займите на хороший маникюр игрока слева ну не разно рабочий есть такой момент ваня какой тени к таблике у меня тут просто ваня павлов зашел и делает массаж я подумал что сам пора было на опыт и все-таки сдать иван какой важнее ваня воронцов зовут ник ник можете посмотреть предпоследний забаненный на топ-деке я вообще это как раз я то есть только перманентно практически забанен там наваливают нам трофимов на стол шутили мы недавно что он положил на стол и удивились а тут вот мы видим такую картинку я смотрю я просто как погляжу как ваня павлов массажа тут дело тут сразу шутки я считаю что ваня павлов он хорош когда у нас и посадить чтобы двор охранял вот это нормально все время не просто навалил мне кажется лак победил не мы не не видели что происходит у нас практически зависла трансляция но приехало несколько несколько талий той стороны миша муравьев остался на трех землях и долго 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 на этих трех землях был трофимов навалил общем на стол как мы меньше испугался и был вынужден собрать карты а это сейчас 11 же нет это 21 уже пользу трофимова да ладно а уже первую быстро выиграл точная забыл извиняюсь поэтому нет видите вин кондишен в топе землетрясение по всему миру ураган и конец близится крепитесь берегите себя друзья мы удалимся на короткую рекламную паузу а там давайте бы а мы покинем вас времен друзья впереди у нас топ всю информацию о топе мы вам скажем в этот раз у нас будут дек листы и что у нас будет в общем все что нужно будет друзья я думаю пройдется на какое-то время я поставлю заглушку я поставлю вам заглушку и мы протестируем оборудование друзья спасибо за подписки и за прочее сегодня мы если вы посылаете донаты то вы молодцы потому что все эти трансляции требуют хорошей техники чтобы она вот так не зависала но к сожалению мы сегодня это не видим решили сконцентрироваться именно на трансляции чтобы она была хорошая хорошая ну где-то вот там еще есть по этим по стенам дек листы в отраз будут друзья я позову сейчас диму на самом деле что то это такое сказал сейчас я его позову к вам и мы на его посмотрим на нашего красивого дим очку не переключайтесь сейчас я позову диму проблема в технике чё друзья можете диму нам пардон не вы не те друзья эльдара позовите его эльдар эльдар позови диму чтобы он пришел сюда спасибо спасибо что убрали нам попыток у друзья ваш хоть не обоснован вы все знаете что это зависит от визов все так получилось потому что open house и проще вещи влача вот сейчас стриме мы делаем это в open house что не очень прикольно вот она рыба моей мечты дима садись сюда пообщаемся сюда сюда видишь я даже не предлагаю сесть на бутылку друзья ну что мы можем заявить что в инкондишен в топе да да я всегда очень нравится как дима играет он вот то как он играет как он себя ведет обычно и как он играет на серьезных турнирах это вот две разные разницы одна большая разница как говорят у нас кто-то очень надоумен на на идти на модерн это вроде не хотел нет я хотел я тебе очень давно говорил что я мечтаю пойти на модель этого мечта сбылась я мечтал попасть на камеру чтобы вы смогли за меня поболеть дорогие друзья иди сюда будешь его допрашивать насколько насколько тебе понравился его игра насколько ты доволен я понял вот но его все таки меня никто не смотрел может быть тиммейтов от меня угнетает ребят поэтому я я думаю слышал да я думаю твой твою игру они будут потом долго разбирать какие-то вещи ставить в пример какие-то не роди кассирами дико хейтить да вполне легально на самом деле мне очень понравилось играть с миша муравьевым он чуде он мой друг чудесный оппонент и мы все друзья потому что это магия а магия это вин кондишен да вот я даже обещаю вам на радости что буду стримить все слышали скриньте этот вид как вообще ты шел первый второй третий короче расскажи мне как обычно я первую проиграл это была очень странная колода простить убай тени я не ожидал ее увидеть модерне я ожидал увидеть в легосе но в модерне я не уверен был что она может но она смогла и меня отправили я был очень грустен и после этого я выиграл второй мой оппонент если не ошибаюсь по моему это был петь луговой это был третий в этом плане помню а это был мой третий оппонент то что я теперь вы выиграл мой моего второго оппонента я то есть я сейчас немножко нервничаю но к сожалению я его так сходу не вспомнил а это были эльдрази причем с серым паудером которые эльдрази стомпи у которых типа наверное плохой матч с хуманами но сайдовый торпорор во второе в третье он мне показал на в третий я превозмог во второй к сожалению нет в третье я превозмог через петра лугового в 4 ты у меня это был мой самый простите конечно плохой матч за этот турнир у меня была игра против уэр визардов и мы закончили в ничью из-за этого я попал в ничейный брекет и последние три игры у меня были против ув контролей но как как говорится колод хорош пилот сильный как бы стопроцентный винрейт против ув контролей просто показывает на что я способен и будем надеяться что сейчас бы в модерне тень не ждать у б тень у б тень а в этом понял я не да и как бы и тень она уже на самом деле не на таких высоких позициях то есть у б тень я честно не ждал я мог бы ожидать гриф систем там с колоконками с болтами и так далее но увы это очень интересный тех ну я кстати даже скажу что мне понравилось там достаточно сильный карт и очень интересные сайдовые опции можно положить вида хостач текера я правда не знаю как на него выходить но оппонент выходил давай напомним что мы возобновляем хорошую традицию торговли людьми да между прочим и у вас есть возможность выиграть патрика 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 ксожи тоже можно будет давай озвучим это я к тому что на при релизе на двуголовом гиганте у вас есть возможность сразиться с в команде с дмитрием второй головой ты будешь воскресенье или в субботу я буду в субботу вечером субботу вечером а то мы все могли мы могли довольно друзья это мы говорим про гриб о стенгуре ждал прикрепе который у нас висит в группе у вас будет возможность выиграть щетку выиграть щетку выиграть вилку и другие столовые приборы и прибор домашнего хозяйства до выиграть диму патрика арно ну и проигравший получит родиона боброва себе в тиммейты на всю ночь нас 13 плюс 3 по мой род с мылом а кто сказал что вы будете заниматься чем-то что нельзя 13 и поближе к модерну что ты пожелаешь нашим юным и не очень зрителям которые играют или хотят играть модели ребят самое главное в этой жизни это дружба дружба это маги или маги это дружба они так сложение можно поэтому я желаю вам быть счастливыми никогда не гореть и обязательно найти свой вин кондиш давай 34 db отлично